Приветик. Доброе утро. Каролина, кто тебе в глаз дал? Комар? Комарик и кусти. Синяк, посмотрите, какой. Зеленка ей прижгла немножко. Не болит? Нет? Попух немножко. Руки покусали, ноги покусали, лицо. Будем завтракать. Маргоша там сделала уже бутерброды. С чем сделала? С сыром и с колбасой. С сыром и с колбасой. Погода хорошая. Передавали дождик, но солнышко светит. Будем пить чай. Макс, а ты чего кашляешь? Горлышко болит? Нет? Давайте садиться завтракать. Бабулю зовите. Маргоша нам завтрак приготовила. Внизу чешется? Она там на солнышке греется. Бонюша. Бонюш, привет. Ты мне куда зайти хочешь? Ба! Да. Она на солнышке погрелась. Да? Все. Иди сюда. Я ей только что выгуляю. Все, иди. А что это какой-то пенопласт на полу откуда-то стекается? Это королита. Я только пропылесосила, опять во мне погуляют. Филешечка моя. Ты гулять хочешь пойти? А? Гулять пойдем? Филь. Так, кота надо не выпустить. Ой, прохладненько на улице. А я в футболке. Ой, холодно. Ветер дует. Холодный. Что они сегодня решили сделать? Убрать вот это все? Игрушки? Я вообще вот этот домик хотела продать. Не его. Переломали. Переломали. Он боится. Как тебе травка зелененькая, Филь? Нравится? На поводок. Ксюша, тебе только с твоими пальцами, с твоими ногтями играть в мяч. Не надо, не выпускайте его. Убежит. Потому что потом ему понравится и будет выскакивать постоянно. Если ему понравится, то он больше. Да. За птичками убежит. Душа, у кого пальцы болят? Ты совсем уже что ли? Все уже не болят? Мама, мне этот болит пальцем, а этот нет. Так ты сейчас второй ногой тоже пнула. Ну, больно. Так зачем пинать? Мне даже вот это пинать, а это только один раз. Сижу, греюсь на солнышке. Маргарита пошла в школу. Здесь у нас, где Ксюша учится. Там карнавал сейчас. Пошла с подружкой. Там карнавал? Да. А ты чего не пошла? Я не знала, что там карнавал. Ой. Нам еще нужно сегодня за продуктами съездить. У нас пусто в холодильнике. Пусто, пусто. Он сейчас за диван спрячется, Ксюша. Он боится. Но когда боится, ему хочется спрятаться. Что спрятался, нету? Он сам зайдет. Ты его отпусти, он сам зайдет. 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 Маргаша вернулась за костюмом. Мама, мне нора кинула конфетти. Много народа там? Наверху много, очень много. А внизу нет. Ты прям так подержишь в костюме? Удачи с мостомок. Не холодно тебе будет? Упс. Ничего страшного, и так сойдет. Ничего себе, он тебе маленький стал. Ты замерзн. Вот так вот, да, опусти вот эти свои штаны. Они все равно голубые. А вот это чуть повыше. Вот так вот, чтобы тебе ноги не замерзли. Боже мой. Маленький совсем стал. Вот это вы... Вот это вот вынес. Вот так вот вытянутся. Нормально, ничего страшного. У меня они циноровка пинг. Нормально. Надо было это, ты жираф мой. Я не знаю, где они. Тебе бы подошел. Марго, жирафы возьми. Давай сюда. Вот они, оказывается, они здесь у нас лежат. Папин и мой. Только посмотри, где мой и где папин. Потому что... Вот это папин, по-моему. Да, это твой. Вот это вообще уже маленький. Так и Олень не отдай. Это как она сейчас может уйти. Да. Да. Гей! Ора! И резин! Одевай, я тебе Маргарита подарила. Я вам ей маленький. Ну, одень и этот. Тот тебе маленький. Тот маленький тебе. Вот эту? Да, вот эту. Жираф с маской. Эмоционал дамы. Гонишь. Не надо, это никуда. Не пугай, ей страшно. Помоги ей вывернуть. Сейчас три часа буду вырочивать. Потому что тот розовый Ксюшин, да, твой? Маленький уже ей. Нет, это не мой. Это не твой? Это я, которая ей покупала. Ну, я ей тоже покупали. А у тебя же тоже есть? А, вот он твой, точно. У Каролины целая коллекция будет скоро. Это я не дам. А почему ты не пойдешь тоже сейчас с Маргаритой? Не хочу. Иди. Пока, Каролина. Вон они пошли. Жиротый единорог. Кирси, старая рыба. Дракоша. Зеленый. Вон сколько мусора. Мы пошли. Купили хотеть? Ой. Хотели купить этот мусор, но не нашли. Уже весь раскупили. Нам нужно на понедельник закупиться, да? Папа еще далеко до этого. Я отдала ключи Максу, а сами мы теперь домой попасть не можем. А бабуля не слышит звонок. Она нам не откроет. Теперь придется идти. Нет, в кармане. Теперь придется идти в обход через сад. Но там тоже, по-моему, закрыто. Не можем домой попасть. Я просто ему отдала, чтобы они, если что, придут домой. Бабуля же не откроет им. А сами теперь не можем. Бабуля идет. Открывает нам дверь. Вот так вот ручку вниз. Нет, нет, до конца, до конца. Спасибо. А то мы ключи там оставили у Каролины с Максом, а сами без ключей пришли. Бонни, нельзя, нельзя. И думаем, как нам теперь бабушка откроет? Очень просто. А ты слышала, мы на дверь звонили? Нет, дверь не слышала. Ой, да кто это тут лежит? У нас растянулся. Колбаска. Привет. Ты голодная? Ладно, берем сумочки. И в магазин. Маргуша там осталась с друзьями. Забыл ключи. Все, иди обратно. Собрались поехать на машине и без ключей. Так, сырочек мы ищем, сырочек. Это киндер-сюрпризы. Помнишь, покупали такие вам? Есть новенькое, смотри, это сухарики, да? Это с чесноком. Ну, давай вот эти возьмем. Вот такой пакетик с яйцами. Мы же пробовали такие невкусные. Мне не понравились. Мне нравятся. В лице холодно, солнце светит, но холодно. У меня руки аж замерзли. Ну и что, как? Ты же не кушаешь грибы, а вот видишь, оказывается, кушаешь грибы. Да, вообще грибы чувствуются. Да? Взяли креветки перепустить. И мороженое, фисташковое. Ладно, поехали. Время 4 часа. На улице 9 градусов. Мы уже дома. Разбираем сумки. Хотела я купить клубнику, а клубники нет. Так хотелось клубничку купить. В прошлый раз была, в этот раз нет. Нет завоза, не завезли. Ксюша купила такие две коробочки. Браунис. В общем, эта смесь уже готовая. Просто туда нужно добавить масло. Да, сюда надо добавить или что? Яйца, масло и все. Да, добавляешь яйца, сливочное масло. Все, посмешиваешь. Это я люблю. Все готово уже здесь. А Кнецквик у нас тут? Мама, пить. Ну возьми, пей водичку. Стаканчик бери. Мне водичку. А что ты хочешь пить? Так, что мы еще взяли тут из интересного? Что-нибудь интересное? Вот такие вот я взяла сухарики. Здесь орегано и томат. Это лучше уберем. Корцару, бумагу, ну да, убирай. Неудобно потом брать. В Швейцарии везде маленькие холодильники. Я сегодня купила маскарпоне, хочу сделать рулет. Рулет называется меренговый рулет. Очень вкусный. Давно я хотела приготовить. А сейчас, а сейчас я не знаю, что готовить. Что будем готовить? Ты что, десерты будешь делать? Да. Я хотела провыть. Нет, мы будем делать этот, меренговый рулет. А ну с чем? Это меренга, маскарпоне и с ягодками. Ну и все. Малинка, что, не нравится? А ягоды, они будут в духовке? Нет, они будут свежие, не в духовке. В духовке готовится только меренга. А потом уже заворачивается с кремом и с ягодками. Так, я тут поставила макарошки варить. Буду жарить грибы в сливочном соусе. Такие вот шампиньончики. Они совсем молоденькие, поэтому я в принципе не буду их внутри чистить. Просто помою и буду резать. Они молоденькие совсем. Все вот тут закрыто. А просто стоим себе варить. Пока у меня здесь все готовится, я буду подготавливать. тесто для рулетов. Мне нужно будет 7 белков. И тесто будет? Да, 7 белков. 200 грамм сахарной пудры, либо сахар. У меня сахарная пудра. И 1 столовая ложка крахмала. Кукурузный крахмал у меня. Так, все. Теперь мы это все взбиваем и потихонечку добавляем. Сахарная пудра. Сахарная пудра. Ну и так. Хорошо. 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 Вот таким густым должен стать белок, ведь он не падает, держится. Включила, разогреваю духовку, 170 градусов, сейчас буду размазывать это тесто на противень. Выкладывать буду тесто сейчас на пергаментную бумагу. Это крем? Вот так вот я все выложила, и теперь у нас по 70 градусов 40 минут в духовку. У меня грибочки со сливками, макарошки, еще пюре осталось, сейчас нарежу салат и готово. У меня пюрешка, у папы тоже пюрешка, у детей макароны без ничего, грибы они не едят, бабушки макароны с грибами и салатик. Приятного аппетита нам. Ты скупалась, что ли? Я буду. Маргарита скоро придет, где-то через 20 минут, да? Но она потом покушает, мы ее ждать уже не будем. Нам там осталось еще 20 минут, и буду вытаскивать, как раз нужно взбить сливки. Дай мне баночку, делай. Жираф вернулся. Она вот так ходила. Да, ты что, не замерзла, что ли? Холодно на улице, Маргарита, я в куртке даже замерзла, ты что? Мозг красный. Кушать будешь? Да. Устала? Что, я вытащила от моренгу, вот что получилось. Я посыпала сверху орешками, немножко так вот поджарились. Крем я буду делать со сливок, 35% и маскарпоне. Здесь 500 миллилитров, я, наверное, половину добавлю, 500 это много. Все, сливки готовы. Я сюда уже добавила сахарную пудрю и маскарпоне. Вот такой вот крем получился. Я надеюсь, мне хватит. Все, будем мазать сейчас. Так, я немножко оставила крема, чтобы помазать сверху. И уберем его в холодильник, чтобы он полежал, немножко пропитался. Должен быть вкусным. Все очень хвалят этот рублет. Мне хватило. И теперь сверху мы тоже украсим орешками. Вот так вот я сейчас возьму, посыплю. Ой. Вот так вот. Надо было мне вообще свежую малинку еще купить, чтобы сверху красиво. Вот так вот. Этик готов. Теперь я убираю его в холодильник. Где-то, может, через полчасика, через часик мы его попробуем. Все. Тортик постоял где-то часик примерно. Стабилизировался крем. Мы его будем резать сейчас. Режем. Усечек. Я тебя. Ой, режется так хорошо, прям мягко. Кто уже попробовал? Вкусно? Вкусно вкусно? Да? Ну, в общем, пробуем. Попробуем. Ага. Очень вкусно получилось. Один огуретик. Ну, это мало. По одному кусочку. Еще по маленькому хватит. Ну, они ли тонко нарезаны. Да. Ксюша. Ксюша после тортика решила бекон покушать. Что-то не хватает, да? Не наелась Ксюша. Отжарить с одной стороны, с другой. Так, ладно. Пять минут прошло. И тортика как будто и не бывало. Все съели. Он такой сытный. Я съела, считай, полтора кусочка, я наелась. Я готов. Да? Нет, ты не наелась. Ты бекон еще жаришь. Принимаем ванночки. Это еще пять минут. Ну да, где-то пять минут прошло. Десять минут надо ждать. В общем, у нее один пальчик не болит уже. На правой ноге. И на левой с одной стороны болит. Там воспалилась прям опухла. Будем продолжать. Да, сколько он сказал? Недели две, три, да? Если не пройдет, то опять к нему надо прийти. Ксюша, ты гуляла с Бодькой? Ксюша. Ты гуляла? Заклеила я сердечки. Видите, они уже не отлетают. Вот тут вот промежутками заклеила скотчем. Все, когда дверь закрывается, они не улетают никуда. В понедельник Маргарита пойдет на парад со школой. А я пойду на парад с Каролиной, с Максом. В Люцерный город. Мы поедем в центр города. Ксюша не знаю, пойдет или не пойдет. У нее, смотря как пальчик будет, она не может долго стоять. Если пальчик не будет болеть, пойдет. Если будет болеть, то нет. Там сам парад, наверное, где-то часа два будет идти. Стоять два часа, конечно. Тяжело будет ей. Кстати, мы в итоге решили, что не будем перешивать платье, которое Маргарита мерила мое. Лучше оставим. Может быть, когда-нибудь оно ей пригодится. Может быть, у нее когда-нибудь еще будет бал. Потому что ткань там такая сложная. Не получается. В общем, могут быть затяжки, дырки на ткани. А отдавать куда-нибудь в портную, ну, тоже, мне кажется, дорого это будет. Мы заказали с ней. Я еще же заказала, я тебе говорила? Я еще три платья заказала. В общем, я зашла опять на сайт. Те платья, которые нам понравились, но размеров не было. Я же их сохранила. Я зашла и открыла размеры, и там был 34-й. Штук шесть, наверное, точно будем мерить. И там уже посмотрим, какие понравятся. Только они не в один день приедут. Там некоторые платья со 2-го марта по 5-е, а некоторые с 3-го по 7-е, по-моему. Они не все в один день приедут. Видимо, они на разных складах лежат. Вот поэтому. Ну, как будут приходить, так будем вам показывать, мерить. Ты можешь даже отдельно видео снять на свой канал, как ты примеряешь платья больные. Посмотрите, что мы с Ксюшей вчера рисовали. Вчера. Два дня уже, да? Вчера и позавчера. Ой, я четверг ногами. Она склеила А4 бумагу. А4. 4 на 4, да? 4 на 4 получился. 4 на 3. А, 4 на 3 точно. Простите. И решила нарисовать такой вот постер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. Вот с этой стороны рисовала Ксюша. Смерть. Вот это вот все. И с этой стороны я рисовала. Ну, Ксюша больше рисовала, конечно, но я ей помогла. Ну, это кто? Я не знаю, будем раскрашивать или нет. Очень большие рисунки, нам маркеров не хватит, наверное. Либо просто оставим так вот черно-белым. Это YouTube. А это? Это кто? И куда ты потом постеры повесишь? На стену? Завтра будем уже делать брауни. Сейчас поздно. Вот, заказали мы с ней раз, два, три. А, вот, последние три платья, которые я заказала. Вот это вот платьюшко. Оно такое ниже колена, не до пола. Это белое, помнишь? Оно даже не белое, да, розоватое какое-то. Да? Нет, красивое. Кто спрашивал, с какого сайта я заказываю Золандо, но это только по Европе. В Испании есть, в Германии есть, в Швейцарии есть и все, по-моему. Я не знаю, где еще, но в России точно нет. Так, и сумочки мы примерно хотим вот такие вот вкладчики маленькие. Вот, чтобы на цепочке было. Ну, там уже нужно посмотреть, какого цвета будет платье и потом подобрать сумку. Чтобы она туда телефон положила. Там, не знаю, салфеточки, расческу маленькую. Вот такая вот еще сумочка есть, тоже блестящая на цепочке. В общем, это мы уже в последнюю очередь будем заказывать. И туфельки вот такие вот. Вот такие вот туфельки ей понравились. Они не на сильно высоком каблучке. Тут есть ремешок на ножке. Ну, в общем, смотрится симпатично. Мне кажется, они будут ей очень удобные, да? Каблучок есть, но он не сильно высокий. По-моему, сантиметров 6, наверное. Да, вот, 6,5 сантиметров каблук. Прямо такой нормальный. Видите, они беленькие, да? Они к любому платью подойдут. Ты уже спишь. Давай, отдыхай. Время 11 часов. Завтра не знаю, чем будем заниматься. Да, Бонь? Гулять пойдем или дома будем? А? Чем заниматься будем? Я ей намазала зеленкой. Хоть немножко зуд проходит. На руке вот еще тоже все изрисовала. Все изрисованное. Очень сильно зудит. Ну что, ребятки, буду заканчивать на этом. Будем отдыхать. Я еще хочу успеть влог смонтировать. Вот, так что увидимся в следующем влоге. Всем пока. Пока скажи. Филька, пока. Пока, Филька. Пока. Все. Все.